Всем привет! Данное видео записывается из салона Lexus LS430 2004 года выпуска. Я решил приобрести данный автомобиль по той причине, что люблю S-класс. У меня был в 2013-14 году Mercedes 140 и, честно говоря, я хотел повторить свой опыт владения кабаном. Хотя я на нем в то время собаку съел конкретную, потому что купил автомобиль на эмоциях. Я, в принципе, этот автомобиль купил на эмоциях, потому что некоторые вещи я просто не доглядел. Хотя я разбираюсь в автомобилях, я чинил их в свое время. И сейчас я не заметил этого, потому что я был на эмоциях. Я очень хотел этот автомобиль. Автомобиль 576 тысяч пробега, но пробег кручен наверх. Никогда не видел скачок, вот такой вот скачок в автотеке. Сначала рвется вот так, а потом резко вот так, и дальше, естественно, вниз. Никогда не видел такого резкого скачка наверх. За год 120-140 тысяч намотать, считаю, невозможно. Пригнал я его с Ростова. Есть пара небольших видео по дороге оттуда. Есть видео с самолета туда. Бюджет моей покупки составил 725 тысяч рублей. По состоянию, по-хорошему, необходимо поменять пневмостойки. Ставить я буду БУ оригинал от Дори Стайла, потому что Дори Стайл считается мягче. Ну, он и по факту мягче. Передние я уже поменял, остались задние поменять. Нужно разобраться с рулем. Руль тяжелый. Прокладки по двигателю где-то сопливят. Кстати, когда менял прокладку клапаны крышки левой головки блока, я срывал от руки. Я такого нигде не встречал. Мое предположение, прошлому хозяину на автосервисе специально не затянули для того, чтобы он потом приехал, и ему выкатили счет на замену этих прокладок. Машина очень мягкая, машина очень хорошо едет. У машины есть абсолютно все плюшки, которые только могут быть у С-класса. Например, Мерседесы, которые 140-е, у них только в самых-самых топовых комплектациях шел электропривод заднего дивана. У меня полный фарш. У меня единственное, что только нету, это вентиляция передних сидений. В остальном есть все. Все работает, все исправно. Да, где-то, может быть, контакты пропадают, потому что, ну, извините, машине 17 лет, и за 17 лет где-то что-то могло там зацвести. А так, я искал машину не битую, у которой нет шпаклевки. Я лояльно отношусь к вторичному окрасу, и когда я увидел этот автомобиль, я спросил сразу, что по кузову, потому что я искал крылья задние, в частности, да, крылья пороги не битые, без шпаклевки. И мне, когда хозяин сказал, что все нормально, я отправил туда подборщика, подборщик пробил все прибором, не нашел ни одной шпаклевки на кузове, нашел только водительскую дверь, там чуть-чуть мятинка есть. Самая маленькая, там, в столб ее, походу, открыли, и то слегка. А в остальном, машина очень бодрая, фара оригинальная, никто их, никто китайский туда не ставил, я сам обалдел. Стекло оригинальное, стекло Мениное, оно не родное, но оно оригинальное, оно даже не тойотовское, оно лексусовское. Я доволен очень покупкой, мне, в моей правде, пришлось чуть-чуть повозиться, я это расскажу в своем следующем видео, и, главное, покажу, что там было именно, какая была проблема. Но, в остальном, я не считаю, что данный автомобиль очень дорогой в обслуживании. Да, понятное дело, что тут много есть нюансов, когда машину покупаешь из-под юрлица, хотя, не могу сказать, что она убитая в хлам. Я, когда смотрел машину, а я смотрел не одну, я видел много убитых машин. Реально там их не щадили. Данный автомобиль абсолютно живой, и требует он минимальных вложений из серии, что поменять там прокладки в двигателе, там сальник, коленвала передний, задний не сочится, коробка сухая, ТО ей сделать и погнали. Предыдущий владелец поменял радиаторы, все работает, все отлично, все прекрасно. В черном цвете, на оригинальных дисках. А, ну, единственное, что еще, здесь нужно будет к следующему лету купить резину. Здесь так совпало, что все четыре колеса, на всех разные баллоны. Ну, имеется в виду разные фирмы. По цифрам-то они одинаковые, но они разные все, и запаска там тоже дырявая. Но при этом дали дополнительно мне зиму. Ну, тоже, естественно, не первый год езженую, но живую. Я думаю, я этот год на ней откатаю, на липучке. И запишу еще видео с зимой, как липучка едет. Хотя мне ребята, которые ездят на таких же ЛС-ах, говорят, что зимой лучше, конечно, на шипах. На липучке я... мне будет сложно, говорят. Посмотрим. Итак, решил я продать свою ласточку. Вот эту вот с пробегом 26700 на механике. Решил, потому что хочу машину с большим комфортом. К сожалению, за эти деньги можно купить только машину с большим пробегом и большим возрастом. Но все-таки среди автолюбителей известно, да, что машины, которые выпускались 15, 20, 30 лет назад, они выпускались на совесть. Была война за потребителя. И они были не одноразовые. Соответственно, вот за такой машиной я поеду. Поеду я во вторник. Вот посадка. Летим за Дексусом. Летим за Дексусом. А вот и моя машина едет. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот я выхожу Каждое, наверное, час-два Проверять, все ли нормально Вон он стоит Вон зеркала сложенные Возле каршеринга Красавчик мой Беспокоюсь Переживаю А то вчера эвакуатор ездили А я стал вторым рядом В общем, вот такая вот у меня покупка Покупкой Однозначно доволен Ждите следующих видео, подписывайтесь на канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok